3. Иммобилизация при переломах. 4. Иммобилизация при переломах. 5. Иммобилизация при переломах. 6. Иммобилизация при повреждении плеча. 7. Иммобилизация лестничной шины плечевого и луктевого суставов. Шина должна захватывать всю поврежденную конечность. От лопатки здоровой стороны до кисти на поврежденной руке и при этом выступать на 2-3 см за кончики пальцев. 8. Руку вместе с шиной подвешивают на косынке или перевязи. При иммобилизации подручными средствами используются несколько дощечек, кусок толстого картона в виде желоба. Могут быть уложены с внутренней и наружной стороны плеча, что создает некоторую неподвижность при переломе. Затем руку помещают на косынку или поддерживающую перевязь. При повреждениях предплечья лестничная шина накладывается от верхней трети плеча до кончиков пальцев. Нижний конец шины выступает на 2-3 см. Рука должна быть согнута в локтевом суставе под прямым углом, а кисть обращена ладонью к животу и незначительно отведена в тыльную сторону. При отсутствии лестничной шины иммобилизацию осуществляют с помощью фанерной дощечки. Шины, косынки, пучка хвороста, подола, рубахи. При переломе бедра наружную шину накладывают на протяжении от стопы до подмышечной области, внутреннюю, до паха. Иммобилизацию можно осуществить и улучшить дополнительным наложением шины по задней поверхности бедра и подошве стопы. При переломе бедра неподвижность всей конечности осуществляется длинной шиной от стопы до подмышечной впадины. При переломах обеих костей голени используются две шины, при множественных переломах три шины. При переломе одной кости одна шина, доска, по тыльной поверхности. Можно использовать одну тыльную шину или две боковые деревянные фанерные шины. Шины накладываются от середины бедра на всю голень с фиксацией голеностопного сустава. Стопа фиксируется согнутой частью шины. Транспортная иммобилизация у пострадавших с повреждениями позвоночника достигается тем, что каким-либо способом устраняют провисание полотнища носилок. Для этого на них укладывают обернутый одеялом фанерный или деревянный щит, доски, фанерные или лестничные шины и другое. Для транспортировки и переноски раненого можно использовать снятую с петель дверь. Вместо досок можно использовать лыжи, лыжные палки, жерди, уложив их на носилки. Однако следует очень тщательно обезопасить от давления те участки тела, с которыми эти предметы будут соприкасаться, чтобы предупредить образование пролежней. При любом способе иммобилизации пострадавшего необходимо фиксировать к носилкам, чтобы он не упал при переноске, погрузке, при подъеме или спуске по лестнице. Фиксацию осуществляют полосой ткани, полотенцем, простыней, медицинской косынкой, специальными ремнями и другими. Под поясницу необходимо подкладывать небольшой валик из серой ваты или одежды, что устраняет ее провисание. Под колени рекомендуется подложить свернутую валиком одежду, одеяло или небольшой вещевой мешок. В холодное время года больной должен быть тщательно укутан одеялами. В крайних случаях при отсутствии стандартных шин и подручных средств, пострадавшие с повреждениями позвоночника, укладывается на носилке в положении на животе. Для самостоятельного изучения учебного материала обратитесь к учебному пособию, параграф 41, страница 226. Продолжение следует...